На этих экранах и мониторах вся область как на ладони. Каждую минуту специалисты Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС отслеживают все происшествия на территории области. С установившейся засушливой погодой возрастает опасность возникновения природных пожаров и возгораний в лесах. 639 пожаров по всей области – такова статистика дня сегодняшнего. По сравнению с прошлым годом цифра меньше на 11 процентов. Но впереди еще август, который пока не сдает своих жарких позиций. В области введен режим особой пожарной опасности. На минувшей неделе в четверг состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Ульяновской области, где было принято решение о введении в ближайшее время особо противопожарного режима на территории Ульяновской области в целом. В этой связи хотелось бы обратить внимание на запрет сжигания сухой травы, сжигания мусора и разведения костров на территориях населенных пунктов, на землях сельскохозяйственного назначения. Данные нарушения за собой могут повлечь административные меры вплоть до штрафных санкций. К примеру, на юридических лиц это до 400 тысяч рублей. Сумма значительная, но и ущерб от пожаров немаленький. В этом году с начала пожароопасного сезона в лесах Ульяновской области силами лесопожарной службы регионального МЧС и самих чагов изгорания на площади более 15 гектаров. Сегодня в Ульяновской области действует четвертый уровень пожарной опасности. В Меликесском, Новомалоклинском районах и Димитровграде введен самый высокий, пятый уровень. Уровень пожарной опасности устанавливается в зависимости от погодных условий, так скажем, от прошедших дождей, от количества их и от какого времени они прошли. Если брать сейчас в данном случае Димитровград, Меликесский, Новомалоклинский район, там уже относительно, так скажем, давно не было дождей. В связи с этим там установился такой высокий класс пожарной опасности. По словам синоптиков, такая жара вызвана преобладанием полей повышенного атмосферного давления, который наблюдается в умеренных широтах и не только над нашей областью, но и над всей западноевропейской частью страны. Циклонические вихри в основном смещаются по северным траекториям, по североевропейской части страны, Скандинавии, и охватывают нашу территорию всего лишь только кончиками своих атмосферных фронтов. Поэтому существенно не влияет на скачки температуры. И, например, в ближайшие сутки мы ожидаем прохождения холодного фронта, но этот холодный фронт относительный, потому что за ним температура понизится несущественно. Такой прогноз и на ближайшие пять дней. Жара отступит, но незначительно. К слову, назвать ее аномальной нельзя. Август 2010 года, к примеру, был отмечен более высокими температурными показателями, когда в южной части региона столбик термометра поднимался до 42 градусов. Екатерина Мазуряк, Александр Кудряшов, репортер 73.